Подорожают в следующем году и продукты питания. Об этом сообщает российская газета. Рост цен коснется не только импорта, но и товаров российского производства. Сейчас розничные сети распродают запасы и прогнозируют повышение ценников на продукты в первой половине следующего года сразу на 15%. Впрочем, по мнению специалистов Ассоциации компании розничной торговли, прогноз может корректироваться с учетом изменений стоимости рубля. Чтобы не допустить необоснованного повышения цен, по указу Министерства промышленности и торговли России в каждом регионе страны уже три месяца ведется мониторинг рынка продовольствия. Министерством определенный перечень продовольственных товаров. Всего 40 видов. Соль, сахар, чай, мясо, рыба, молочная продукция, свежие овощи и фрукты. В Ненинском округе мониторинг осуществляется ежедневно. В 24 магазинах локальных сетей, 27 несетевых и 10 несационарных торговых объектах. Макаронные изделия, лук репчатый, морковь, яйцо столовое, свежие огурцы и помидоры. Это список продуктов, на которые сегодня в регионе, по данным ежедневного мониторинга управления АПК и торговли, наблюдается незначительный рост цен. За период мониторинга резкого и необоснованного скачка в регионе не наблюдалось. Небольшое повышение стоимости продуктов питания специалисты связывают с изменением вида транспортной доставки. К примеру, цена за 1 килограмм груза по маршруту Архангельск-Наринмар 67 рублей. По маршруту Санкт-Петербург-Наринмар доходит до 75 рублей. Как мы знаем, основным фактом, оказывающим влияние на рост потребительских цен в нашем регионе, это является изменение стоимости транспортных расходов в зависимости от вида транспортной доставки в округ. Сегодняшний день это только авиадоставка, поэтому цены у нас еще немножко растут. Авиадоставка – это большие транспортные расходы плюс повышение закупочной стоимости продуктов на большой земле. Все это и влечет рост цен на продукты в местных магазинах. Понимают такую нехитрую математику и жители округа. Только от этого не легче. Зарплата 25 тысяч, а яйца 120 рублей. Когда стоили 70, как не будет видеть. Как вы считаете, подорожали продукты? Безаметные. На что? А на все. На все продукты, на любые. Затешь хоть на рыбу, хоть на мясо, хоть на яблоки, на фрукты, ну на все. Подорожали антимонопольную. Звоним, дозвониться. С той недели не можем. Яблоки откуда они? Золотые привозят, что ли? Поднялись. Яйца 112 рублей. Мясное, да. Мясное наше. Да, наше производство. Подорожали. Я сейчас связываюсь с тем, что все привозится с самолетом. И это как бы сезонное такое. Вот пойдет зимник, и мне кажется, что будет дешевле продукта. Для сдерживания цен на продукцию, производимую на территории Нинецкого округа, за счет средств окружного бюджета, производители получают поддержку. Поэтому с 1 января 2015 года однозначно не повысятся цены на мясную продукцию, хлебе молоко, копченую и соленую рыбу. Кстати, что касается местной мясной продукции, с 15 октября текущего года мясокомбинат поднял цены на 8,2%. Это связано с подорожанием сырья, которые производитель привозит с большой земли. Это свинина, свиношпик и говядина. Естественно, повышение подсказалось на продукцию, которую мы производили в 2014 году. А у нас продукция достаточно сырьеемкая. 60% всех затрат составляет стоимость сырья. Естественно, любое колебание, даже незначительное, оно влияет на стоимость нашей продукции. Поэтому, сколь могли, столь тянули. А вот 15 октября мы подняли цены на 8,2% в среднем. И зафиксировали наиболее социально значимые виды продукции. Жители округа, конечно, ощутили скачок цен на мясную продукцию. Но не стоит забывать про те 7 видов мясопродуктов, цены на которые остаются стабильными с июля 2013 года. Это колбаса вареная бандарская, второй сорт, колбаса полукопченая тиманская, сосиски печерские, фарш олени натуральный. Мясо олени на первый сорт, первая категория. Мясо олени на второй сорт, первая категория. Субпродукты олени первой категории. Чтобы держать руку на пульсе и реагировать на колебания цен в рознице, глава региона Игорь Кошин распорядился создать штаб по мониторингу и оперативному реагированию на изменения цен на продовольственном рынке. Первое заседание штаба уже состоялось. Обсуждали проблемы в области торговли, цены и прогнозируемый рост. А в начале декабря заместитель губернатора Владимир Бланк провел совещание с представителями сетевых торговых точек по вопросам образования цен на продовольственные товары. На встрече присутствовали руководители и представители управления АПК и торговли, Наринмарского городского потребительского общества и торгового дома «Хороший». В ходе встречи представители сетевых торговых точек рассказали, как обстоят дела с завозом, какие есть проблемы, а главное предложение по обеспечению города необходимым перечнем продуктов питания. Основная трудность всего бизнеса общества – это транспортировка. В период распутицы продукты с большой земли в Наринмар завозят только самолетами. Отсюда и высокие розничные цены. Поэтому в ближайшее время будут проведены переговоры по привлечению в округ дополнительных грузовых авиаперевозчиков с целью снижения тарифов на транспортировку и, соответственно, увеличения объемов поставки продовольствия. Как отметил заместитель губернатора Владимир Бланк, по итогам встречи будет выработан механизм взаимодействия власти и бизнеса с тем, чтобы в будущем сдержать цены на основные товары потребительской корзины и обеспечить продовольственную безопасность региона.